Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сразу после окончания конкурса «Свадьба на миллион» Никита Кузнецов возвращается с острова Любви на Поляну Дома-2 вместе с другими участниками. Возвращаюсь в заснеженную Москву. Нужны зимние вещи за рекламу. Как вы помните, Марина Африкантова поспорила с Андреем Чуевым, что за один разгрузочный день она сможет сбросить 3 килограмма, но у нее ничего не получилось. Мой организм перепугался такой жесткой диеты, и я ела в три раза больше, чем обычно. 3 килограмма никуда не делись, а наоборот приплюсовались. Петру Рыбалка нравится Юлия Ефременкова. Юля одна из самых обаятельных девушек на проекте, пишет он. Она красива, умна и всегда может красиво высказать свое мнение. Катя Кауфман приехала из Саранска в гости к другой бывшей участнице Дома-2 Юлии Тепловой в Москву. Зрители обсуждают фотографии Ольги Рапунцель, недавно опубликованные ею в своем микроблоге. Ольга выглядит очень худой, у нее выпирают ребра, и появилось очень много родинок, которых раньше никто не замечал. И многие пишут, что с обилием родинок нельзя находиться на солнце, это опасно. Лера Фрост экспериментирует с имиджем. Девушка сделала новую прическу. Очередной день рождения отметила мама Таты Абрамсон, Марина Тристановна. Даша Пынцель пообщалась в прямом эфире со своими подписчиками. И в видеотрансляции она поделилась секретами предстоящего на Доме-2 конкурса, где будет разыгрываться дом для пар. Сами Пынцель отказались участвовать, они сослались на то, что никогда не выигрывали в конкурсах. Вика Романец и Антон Гусев тоже отказались. Зато неожиданно вернутся Андрей Черкасов и Аня Кручинина, и они сразятся за дом. Ирина Агибалова и Алексей Самсонов вместе с беременной супругой Юлей тоже организовали в видеотрансляцию. Агибалова выясняла у Самсонова, было ли у них что-нибудь на проекте или нет. Самсонов же рассказал, что все было по сценарию. Редакторы велели ему соврать, что он спал с Литой Агибаловой. Он соврал. Потом велели сказать, что он спал с Ириной Александровной, что он опять и сделал. Самсонов сказал о том, что Дом-2 живет на 90% по сценарию. Также Алексей планирует прийти на суд и дать свидетельские показания в пользу Ирины Агибаловой. Мария Донцова и другие участники Дома-2 побывали на презентации новой песни бывшего участника Дениса Баранова. Катя Колесниченко, недавно сделавшая себе ринопластику, пострадала от своей невнимательности. Со мной произошел казус. Я выходила из заведения и не заметила стеклянную дверь. Я ударилась моим носиком прямо в эту дверь очень сильно. Кате пришлось идти на мне очередной осмотр в клинику. Пользователи соцсетей увидели, как выглядит Марина Мексико без макияжа и фотошопа. Она провела видеотрансляцию без капли косметики на лице. Поклонников напугал нос Марины, который после ринопластики стал похож на картошку. И перекачанные губы, которые потеряли свою природную форму. Марина Мексико призналась подписчикам, что мечтает сняться в фильме. Надеюсь, когда-нибудь моя мечта воплотится в реальность. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok